С октября 2020 года Евросоюз не будет импортировать зерно с высоким содержанием хлорперифоса и хлорперифос метила. Аграрьев заранее попросили не использовать средства с такими пестицидами. Проверять на хлорперифос придется все украинские зерновые и масличные, подготовленные для экспорта в Европу. Готовы ли к этому элеваторы, терминалы и трейдеры? Об этом мы спросили у участников рынка и расскажем в сегодняшнем видео. На зернохранилищах рассказали, что определять содержание пестицидов в зерне придется в независимых лабораториях, либо в частных, либо в областных лабораториях Укрметр Гостандарта. В последних дешевле, но не во всех регионах можно провести такой анализ. А если отправлять образцы в другие области, то придется затратить время на ожидание результатов. На зерновых терминалах пока не готовы ответить, как и где будут делать анализы. На данный момент экспортеры пока их не требуют. Так прокомментировали наш запрос на одном из терминалов. Основная часть трейдеров сегодня действительно не выставляет условий по анализам. Они отвечают, когда наступит срок, тогда и будем контролировать. Где именно будет происходить контроль – на линейных элеваторах или на портовых – вопрос остается открытым. Представители рынка говорят, что нужно адаптировать требования ЕС к украинской действительности. Сделать нормативные документы, на которые и будут ориентироваться элеватористы и трейдеры. Но пока этого нет, зерновая сфера будет пробираться к цели на ощупь. Каким путем пойдет рынок – увидим уже скоро. Подписывайтесь и оставайтесь с alivatarist.com, чтобы быть в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok